Становились на колени и плакали. В Киеве почтили память украинцев, погибших на борту МАУ в Иране. В годовщину катастрофы самолета авиакомпании МАУ в небе над Тегераном, который был сбит иранской ракетой спустя пару минут после взлета, родные и близкие погибших украинцев почтили их память в Киеве. Тогда, 8 января 2020 года, оборвалась жизнь всех находящихся на борту. 176 человек, в том числе и 11 граждан Украины. Через год после трагедии, в парке Вербовой Гай на окраине столицы у памятного знака в честь погибших собрались их родные, друзья и коллеги. Об этом говорится в сюжете ТСН. В этом киевском парке весной планируют открыть мемориал и высадить сквер в память об украинцах, которые стали жертвой авиакатастрофы, 9 членов экипажа и 2 пассажиров борта Boeing 737-800. Номер рейса и дата трагедии указаны на памятном камне. Как только объявили минуту молчания, родные погибших не сдерживали эмоций. Некоторые становились на колени у камня и плакали. Так, хотя прошел год со дня масштабной катастрофы, которая стала 50-й по количеству жертв за всю историю авиации, до сих пор близкие не в состоянии хотя бы произнести слово, люди буквально захлебываются от слез. Видео. В Киеве в годовщину катастрофы самолета МАУ в Иране почтили память погибших украинцев. Отметим, что хотя официальный Тегеран и признал вину за катастрофу украинского Boeing, говорить о готовности иранских властей максимально сотрудничать в установлении истины по делу не приходится. Весь последний год расследования и переговоры проходили очень туго. Ранее сообщалось, что по версии иранской стороны, крушение пассажирского самолета под Тегераном в январе прошлого года произошло из-за человеческой фактора. В конце декабря Иран заявил о намерении выплатить по 150 тысяч долларов семьям погибших в катастрофе МАУ.